МОДНОЕ ТЕЛЕВИЗИНИЕ В МИЛИ И по традиции, как все начиналось. Судя по всему, для того, чтобы совершить в рок-музыке некоторую революцию, коллективу необходимо быть квартетом. Квинтеты всегда идут второй строкой. The Purple после Led Zeppelin, Genesis после Pink Floyd, Rolling Stones после сами знаете кого из Ливерпуля. С последних и начиналась история другой яркой в прямом смысле слова, четвертый под названием Kiss. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В один прекрасный день скромный юноша по имени Хайм Витц, родившийся в 49-м году в Израиле и в нежном возрасте переехавший с семьей в Нью-Йорк, увидел по телевизору The Beatles. Естественно, ошеломленный их мелодиями и сама достаточностью, Хайм решил заняться музыкой. Но, будучи послушным еврейским сыном, получил образование и стал учителем. Однако, брончать на гитаре и пытаться сочинять песенки не перестал, и в преклонном 24-летнем возрасте сподобился, наконец, собрать собственный коллектив. Кудаков понимал, что под собственным именем США звездой стать не сможет, однако в том, что он добьется этого статуса, сомнений не возникало. Посему он выдумал себе псевдоним Джеймс Симмонс и определился в том, что будет играть на бас-гитаре, и что немалую роль в его имидже станет играть его большое единственное достоинство – язык. Группу Джин обозвал Уайки Телестер, и первым в нее вошел в его приятель полуполяк, полумемец Пол Стэнли Эйзен, отбросившись свою фамилию, дабы та не отягощала взлет к славе. По объявлению Верлинг Стоун, Дэд обзавелся барабанщиком-итальянцем Питером Крис Коулей, который предпочитал именовать себя просто Крис. Мудрые ребята репетировали, не увольняясь с основных рабочих мест. Гитары Пола им оказалось маловато, так что, почитав колонку объявлений Village Voice, они расширили состав до квартета. За счет второго еврейского юноши, менее скромного, так как он жил в Бронсе, но вы знаете, что это за райончик. Звали его Полом Фрейли. Но крутой парень венчался тузом – Эйсом. Музыку квартет заиграл в стиле все тех же The Beatles. Музыку квартет заиграл в стиле все тех же Крис. Музыку квартет заиграл в стиле все тех же Крис. В детстве Джин увлекался комиксами, цирком, кино и театром. Занявшись рок-н-роллом, он не пожелал расстаться со старыми привязанностями и задумывал слить все в один флакон, для которого, по ходу дела, сочинил новое название – Кит. Поцелуй. Просто, ну, девочек тянет, а за девочками обычно бегут и мальчики, готовые заплатить за два билета и обогатить талант, вопящийся сцены. Придуманную сцену можно было и посмотреть. Неизвестно, знакомый ли был Симон с творчеством Артура Брауна. Именно тот первым из рокеров размалевал себе физиономию. Скорее всего, Джин додумался до этого сам. И каждый музыкант Кис наделал себе маску. Крис стал котом, эйс – инопланетянином, ползвездным детятей, ну а Джин – просто демоном. Все сразу пошло, как по маслу. Когда-то мы были разогревающей группой, но потом все чаще и чаще хэтлайнерами. И однажды я понял – машина заработала, пристегнись покрепче. Мы поймали удачу за хвостом. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА События развивались быстро. 31 декабря новички развились на сцене Нью-Йоркской Академии Музыки в весьма уважаемой компании EV Poppa и Blue Oster Cals. Недели спустя, 8 января 1974 года, они подписали контракт с фирмой Casablanca Records, а в феврале выпустили свой дебютный альбом, названный без излишних извращений Peace. Выходу пластинки предшествовала неслабая рекламная кампания, существенной составляющей которой были соревнования по поцелуям. Но американец за здорово живешь, кровный доллар не выложит, а попробовать команду на зуб было сложно. Первый сингл группы появился на рынке только лишь в июне, так что сначала альбом, а следом за ним и 45-ка прочто устроились в девятой десятке таблиц популярности. Думаете, неудача? Черт, а с два. Проболтавший с хит-паради 23 недели, долгоиграющая продукция продалась в таком количестве, что стены квартир музыкантов украсились первыми золотыми дисками. Коллектив демонстрировал настоящее шоу, а пиротехники молодой группы могли позавидовать и более именитые команды. Впрочем, основной рекламный момент заключался в том, что квартет интриговал и поклонников, и прессы своими масками. Никто не видел настоящих лиц музыкантов. Великое дело, тайна. У каждого из нас был свой телохранитель, который должен был предотвратить любые попытки снять нас без грима. Нам удавалось скрываться за масками долгое время, потому что большинство журналов сами понимали, что раскрытие тайны такой загадочной группы лишит их хлеба в будущем. Блестящие космические костюмы, сапоги на высокой подошве, летающая ударная установка, снегопады, сирены, гитары-ракеты, плюс огнедышащий демон – все это сражало на повал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Президент нашей рекорд-компании, увидев как-то нас на концерте, сказал, ребята, вам нужна песня, которая по-настоящему показала бы, во что вы верите. Такая песня, чтобы каждый мог сказать, да, я верю в то же, во что верит эта группа. И когда я пришел в гостиницу, я тут же набросал припев. Я хочу рок-н-ролл всю ночь и веселиться каждый день. Потом пришел Джин и написал текст куплета. Так она и получилась. Вышедший в апреле 75-го года, альбом, удостоившийся уже попадания в ТОП-40, назывался, соответственно, Дрэс Эта Кел. Золотой статус трех лениво продающихся дисков и ошеломительный успех гастролей навел Кист на логичный вывод о необходимости издания концертного альбома. Таковое вышло в ноябре под названием «Элайв» и моментально угодил в первую десятку хит-парада. Они до сих пор считают «Элайв» своим лучшим творением. Собственно, во многом ответственность за удачу мог разделить и продюсер Эдди Крамер. Впрочем, для него, который работал с Хендриксом и Лед Зеппалин, сотрудничество с молодой порослью пока что ничего не значило. Вот от первого ноября этого же года произошло событие, значение которого в тот момент никто не осознавал. В глухой провинции, в глубинке штата Индиана, был создан фан-клуб коллектива. Тогда его название «Кисс Арми» казалось довольно пафосным, но количество поклонников квартета росло подобно снежному кому. А сами музыканты столь горячо отзывались на любовь публики, что спустя небольшой срок число членов армии «Поцелуи» грозило сравняться с численностью армии наиболее вероятного противника Соединенных Штатов. Чем безумнее наша публика, тем безумнее мы на сцене. Самое большое удовольствие каждый вечер видеть счастливые лица поклонников, радость, написанную на их лицах. Очень приятно видеть, как родители приводят на концерты своих детей, как на посвящение фаны, чтобы мечта продолжала жить. «Кисс» — это самая крутая группа 70-х, 80-х и 90-х. Мы их фанаты, и мы получаем от них то, за что заплатили. Коли дела пошли так круто, пора было выбираться из колеи простых рок-квадратах. Эта дорога вела в тупик. И вот тут-то на помощь «Кисс» пришел человек по имени Боб Эзрин. Дико талантливый продюсер, имя которого неразрывно связано со взлетами Айра Смит и Элиса Купера. Именно Боб открыл перед квартетом новые возможности и создал с помощью Джина и его компаний коммерческое хардовое звучание, наложившее отпечаток на американский рок 80-х и 90-х. Под руководством Эзрин и Кисс сотворили свое лучшее студийное произведение «Дестроер». Чем-то новым для публики оказалось нехарактерное для группы «Баллада Бет», написанное Крисом из пета-инк в сопровождении струнных. Диск стал платиновым. Мы не ожидали, что песня «Бет» станет таким хитом. Сначала мы даже не собирались включать ее в альбом, но потом мы передумали, и именно она подняла нас на вершины хит-парада. Кисс могли быть счастливы. Будучи поклонниками комиксов, они удостоились рисованной истории группы. Сначала в перезидании первых трех пластинок, а потом в солидный буклет вышел в уважаемом издательстве Marvel Comics. С вернувшимся за микшерскую консоль к рэмерам они на одном дыхании записывают и выпускают «Рок-н-ролл Ове» и «Лавдан». После очередных трех пластинок сам собой напрашивался быть запущенным на прилавке «Элайф 2». Пятилетие коллектива, уже считавшегося классическим, было отмечено хитро. Сначала появился сборник «Дабл Плантинум», а затем до четырех одновременно сольных дисков еще никто не додумывался. Мы выпустили четыре сольных альбома одновременно. Это был очень хороший год. Все они имели единый дизайн. На каждом стоял логотип Кисс, и мы даже посвятили каждый свой альбом друг другу. И это была хорошая идея. Оформлены они были одинаково. На черном фоне маска каждого из квартета натуральную величину. Все четыре пластинки стали платиновыми, однако от них ожидали большего. В 79-е и 80-е годы Кисс вспоминать не любят. Альбом «Динности» музыканты считают худшим своей дискографии. А после получения награды «Голден», тикет за выступление в Мэдисон-Сквэр-Гарден, перед статусичной аудиторией и вовсе начались неудачи. Судьба отыгрывалась за предшествующий успех. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Мы потеряли душу, Кисс, потеряли магию. И все эти соблазны, наркотики, женщины, алкоголь, это было очень разрушительно. Иногда шоу получалось, а иногда нет, а иногда концерт был просто ужасным. Первым не выдержал Питт. Первым не выдержал Питт. Он расстался с группой 17 мая 80-го года. После двух альбомов и женитьбы на плейбойской модели его карьера зашла в тупик. За ударную установку сел Эрик Карр. В декабре 82-го года покидает гнездо, попавшее в серьезную автокатастрофу Эльс. Заменивший его Винни Винсент продержался чуть больше года, прежде чем был уволен за неэтичное поведение. Полугода Болли проработал его сменщик Марк Сэн Джон. Талантливый гитарист был болен, и на его место взяли Брюса Кулика. Иногда мы чувствовали себя как странные члены одной семьи. Несмотря на то, что отношения были очень напряженными, но за этим всегда стояла любовь друг к другу. Но и оставаться одной командой мы уже не могли. Очень уж много было кровоточащих ран. Мы чувствовали, что нам всем тяжело вместе. Мы перестали звонить друг другу, перестали общаться. Каждый был занят самим собой, каждый пытался доказать себе, что он может обойтись и без группы. Это сейчас мы можем посмотреть друг другу в глаза, обнять друг друга. Все, что было, бледнеет перед зрелищем нас всех четырех. В гриме, в потрясающем шоу на сцене. Вы знаете, это как братья, которые ссорятся. Такие минуты мы ненавидим друг друга, но на самом деле это не так. Хоть мы и не разговаривали, но все равно скучали по друг другу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КИЗы же понесли очередную потерю в составе от рака умер 41-летний Эрик Карр, которого заменил Эрик Сингер, игравший в Black Sabbath и Badlands. На волне сильных эмоций группа воспряла музыкально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КИЗ под руководством Симонса записали музыканты-поклонники группы Антракс, Лемон Хэс, Экстрим, Гарб Брукс, Лени Кравец и другие. Назвом проект был грубым, но по делу. КИЗ МАЙ ЭС. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА